Друзья, всем привет! Сегодня вторая часть обзора на квадрокоптер Хабсан 501М. Сразу продолжу говорить о всяких нюансах, о которых не было сказано в других обзорах. Их два. Первый, значит, если вы включили квадрокоптер и в течение минуты не подключили Wi-Fi с телефона, то вам придется сделать переподключение. То есть через минуту он перестает подключаться. Я один раз с этим столкнулся и поэтому должен об этом вам сказать. И второе. На передатчике, вот эти кнопки фото и видео, они не работают. То есть управление камерой осуществляется только из приложения. Ну а сейчас давайте посмотрим, как он снимает видео, как делает фотографии. Ну и может какие-то из режимов посмотрим, но я все не буду проверять. Так, ага, автовзлет. Окей. Давайте сейчас сделаем короткое тестовое видео, чтобы было, в принципе, понятно. Я размещу ссылку на Яндекс.Диск в описании этого видео. Так, включаю запись. Пошел отсчет. Ну и полетели. Коротенькая, секунд на 20 видео будет. Погода у нас сейчас довольно пасная. Солнце, конечно, через оглока. Вот полетели по соусу и против соуса. Ну и, наверное, хватит, чтобы трафик был небольшой. Теперь предлагаю сделать пару фотографий. Тоже встуки на оригинал и будут отыскать. Первое фото. Не знаю, кто еще сфотографирует. Так, опускается он довольно медленно. Так что высоко летать не советую. Ну, спасибо, хоть задержит изображение на экране телефона пока нет. Теперь давайте, наверное, посмотрим режим Hollow Me. Ага, вот они режимы. Я уже забыл этот режим. Так. Вот он режим, следуй за мной. Узнать 7, дистанция 6. Он говорит, это, наверное, минимальные параметры. Полетели, да? Он будет 5,100, дистанция. Он будет 5,100, дистанция. Режим работаем. Останавливаем запись. Режим облета по кругу давайте посмотрим. Нужно отлететь и в новое такому. Далее. Вперед. Скоро следим в метр-секунду. Вот запись видео. Вот он летит по кругу нас. Можно добавить скорость. Ну что, режим работает идеально. Вот только мы в кадр не попадаем. Или не всегда попадаем. Так, ну, наверное, хвалим. Останавливаем запись видео. И останавливаем облет маршрута. Ну что, теперь полет по точкам все-таки попробовать. Я так не люблю этот полет по точкам. Просто караулы. Вот такую машину. Ну вот он набирает 30 метров. У него по умолчанию указано. И пошел, пошел лететь. Я не трогаю, какие органы управления. Далеко ли он полетит, интересно. По идее, должен нет, недалеко. Ну, вот нормально, повернулся. Да, на карте видно. Он сейчас летит ко второй точке. Вон сюда длинные маршруты я ему задал. Ну, летит нормально. Ну, наверное, хватит. Уже видно, что все работает. А давай теперь возврат домой сделаем. Ну, давайте вот сейчас сделаем возврат домой. Смотрим. Ага, он носом поворачивается. Уровень зарядки аккумулятора 40%. Пишется. Ну, минут 10 уже летаем. И вот он сам садится. Сейчас посмотрим, будет ли он корректироваться передатчиком. Да, корректируется. Все нормально. Немного он ошибся. Хотел сесть на машину. Ну, вот такой вот полет. Ну, давайте попробуем на дальность летать. Мало, конечно, заряда остается. Ну, вот дома я пробовал. Метрах на 100 уже у него все. Картинка была совсем расшипчатая. Давайте посмотрим, сколько он полетит. Ну, что удивительно, картинка не тормозит сейчас. А дома у меня тормозило. Наверное, Wi-Fi мешали. Там, скажем, в дворе Wi-Fi. Ну, вот уже 100 метров почти. Да, больше 100. Картинка нормальная. Прям неожиданно. В инструкции 50 написано. 150, 135. Ну, до 150 доходим и возвращаемся. Потому что заряд. Вот, все, начала тормозить картинка. Она, думаю, 200 возьмет без проблем. Так что теперь летим домой в ручном режиме. Вот наша взлетно-посадочная полоса. Ну, что, там, где нет Wi-Fi помех, в принципе, я даже доволен этим квадрокоптером. А то я аж думал... Так, а что он? А, он перешел в режим автопосадки. Разрат домой и посадка. Потому что батарейки заезжают. Ну, пускай, отсадите. Уровень зарядки 30%. Так. Какие выводы по этому квадрокоптеру? Модель супер дешевая. 120 долларов. Ссылка и купон будут в описании. И я думаю, что эти деньги она отрабатывает полностью. Я сначала, честно говоря, когда первый раз запустил у себя во дворе его, увидел, что картинка тормозит метрах на 30-50 уже. Потом еще какие у меня были претензии. А, тормознутое управление через Bluetooth. Вот сейчас, кстати, я не ощутил. Потому что сейчас была Wi-Fi-передача вообще без задержек. То расстояние 150 метров. И это очень хорошо. И поэтому задержка Bluetooth не наложилась на задержку Wi-Fi. То есть управлять вполне комфортно. Летайте там, где нет лишних Wi-Fi. Они очень мешают. Это вот третье мое наблюдение, которого тоже нигде я не видел в обзорах этого квадрокоптера. Модель к полетам рекомендую. За эту цену. По крайней мере, сейчас на данном этапе. Может через год что-то более дешевое появится. Или более функциональное за эти деньги. Но сейчас, наверное, это единственный квадрокоптер по такой цене и с такими возможностями. На этом прощаюсь с вами. С вами был Майкер Си. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. И делитесь моими видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok